Я прочитаю на русском 16 глава книга Левиц 1 стиха. У меня может быть перевод не такой, как у всех, но вы можете проследить. Господь говорил с Моисеем после смерти двух сынов, сыновей Аарона, которые приблизились к Господу и погибли. Господь сказал Моисею, возвести своему брату Аарону, что не во всякое время можно ему входить во внутреннее святилище за завицу. К совершению, вершию, что на ковчеге, а не то он умрет, ибо я буду являться там, над вершием в облаке. Собираясь войти во внутреннее святилище, он должен привести быка для очистительной жертвы и барана для всесожжения. Пусть наденет священную льняную рубаху и льняные штаны, прикрывающие плоть. Пусть опояжется льняным поясом, а на голове повяжет льняной тюрбан. Это священные одежды, он должен надеть их, совершив омовение. Он должен принять от общины сынов Израилевых двух козлов для очистительного обряда и барана для всесожжения. А от себя Аарон должен привести быка для очистительной жертвы, чтобы совершить искупительный обряд за себя и за дом свой. Пусть он также возьмет двух козлов, поставит их перед Господом у входа в шатер, встречи, и укажет, какой жребий выпал каждому. Один предназначен для Господа, а другой для Азазеля, или для отпущения написано. Пусть Аарон возьмет козла, который по жребию предназначен для Господа, чтобы принести очистительную жертву. А козел, который по жребию предназначен для Азазеля, пусть стоит перед Господом живой для совершения искупительного обряда, чтобы отправить его в пустыню для Азазеля. Порошат Шивуа сегодняшняя, она очень интересная. Потому что она рассказывает о том, что происходит в Йом-Кипур. Судный день, день искупления, Йом-Кипур. Это самый необычный день для народа Израиля. Я думаю, это необычный день и для каждого человека, любого. И не по случайности мы читаем о Йом-Кипур после Песоха сразу. Потому что то, что произошло на Песох, это каким-то образом два праздника соединились вместе. Потому что на Йом-Кипур все то, что происходило с Йошуа, очень напоминает то, что происходило на Песох. Здесь написано о разных жертвах. С одной стороны, мы можем сказать, это нам уже не актуально сейчас, все эти жертвы. И поэтому мы не особенно понимаем, что это делало в прошлом. Но все эти жертвы, это знаки, признаки того, что должно происходить в конце. Я очень-очень люблю эту тему о жертвах. Потому что эти жертвы, они символ Йошуа. И то, что первосвященник должен сделать, он должен принести двух козлов в жертву. Абсолютно одинаковых двух. Одного цвета, одного веса. И было трудно различить их между собой. Или они были оба серые, или оба белые. Цвет не суть важен, но они должны быть абсолютно одинаковы. И без всякого изъяна. И он, первосвященник, бросал жребий. Один в жертву Богу, другой отпускался. Кадо я мэви, обур ахет, летох амишкан ацмо, летох кодыша кдошим, а дам шелу. Кровь первого вносилась в святое святых в храме. И очищала всех. Но что происходило со вторым козлом? Айо митвадим от кола хатаим олав, самим о ларош шелу, от аядай. На его голову уложили, возлагались руки, и возлагали грехи всего народа. Гам шел акоин, гам шел абайт шелу, и гам шел коль аам кулу. Грехи первосвященника, всего его дома, и всего народа Израиля. И написано, что отцелали его в пустыню. Леазазель, то есть к дьяволу. Мецед אחד, говорим, что это было нечто, что просто вышло, очень далеко. С одной стороны, это имело значение, взять все эти грехи, и удалить их очень далеко. Кама шел тарахок, леэрэк зира, кломар, лемашу шел газур, маод рахок. Очень-очень далеко. Мецед шини, азазели, айялу гам шмаут ахер. С другой стороны, жертва, этот козел имел другое значение. Абаль, эх, зебайцем, медабер лану, аль-ешуа. Но каким образом это говорит нам ой-ешуа? Маше, маше, анахну корим по, бе, то, что мы читаем здесь, что происходило со всеми этими жертвами, после того, как кровь первого козла вносилась в святое святых, и кровь тельцов, после этого, этот козел и эти тельцы их сжигали вне храма, вне стана. Написано в послании евреям в 13 главе, что гам-ешуа уницлав мехуц ламехане. Точно так же иешуа был принесен в жертву вне стана. Чтобы понять, обычно все жертвы сжигались внутри храма, внутри самого храма, территории храма. Но эта жертва в отличие от всех остальных сжигалась вне храма, вне стана. И кожа, и мясо всей этой жертвы. И это именно то, что произошло с иешуа. Его вывели вне храма, вне стана, и там он был распят. был один козел, на которого надо было возложить все грехи и удалить его. Иешуа сказано, что он взял за нас все грехи и всю вину и все несовершенство наше. Вы можете посмотреть в 21 стихе. Я прочитаю 21 стих. Возложил Аарон обе руки ему на голову и исповедал над ним все проступки и преступления сынов Израилей, все их грехи перенеся на голову козла. Все совершенство грехов человека было возложено на голову этого козла. И он был удален наружу к дьяволу. Одно из толкований этого слова отослать Леозазель это скала такая высокая. И она очень твердая скала. То есть подразумевалось что козла заводили на эту скалу и сбрасывали сталкивали его вниз чтобы он разбился. И это должен был сделать обычный человек не священник не левит человек обычный из народа просто взять его и сбросить со скалы. Второе толкование второй смысл этого слова Это имя одного из ангелов которые упали перед Богом. в некоторых местах написано вот так вот Азазель или Азэль и написано что это был ангел который спустился на землю и научил мужчин делать оружие а женщин делать косметику и через все это вся земля наполнилась грехами пока Бог не привел потоп и написано что он не покаялся этот ангел и Бог взял его и спрятал в гиену под землей и это как символ сатаны и там он находится вечно и смысл во всем этом жертвоприношении было чтобы нужно взять этого козла на которого возложены грехи всего народа и убрать его туда вниз навечно там же где находится Азазель если вы помните Айешуа написано что Бог оставил его почему потому что он взял на себя грехи всего мира всего мира каждого человека и поэтому Бог должен был отделиться от него и таким образом точно так же как этот козел Ишуа был отдален от всех и написано что он сошел в преисподние места земли и эти преисподние места земли это как раз те места которые связаны со всяким злом сатаной со всеми этими грехами он должен был спуститься туда точно так же как этот козел которого отпускали удаляли но написано что смерть не смогла сдержать его потому что несмотря на то что он взял на себя все грехи он сам был свят и он воскрес из мертвых написано помните когда он воскрес мирьем приблизилась и хотела дотронуться до него он ответил ей не прикасайся ко мне потому что я еще не вошел к отцу на небо это был тот момент когда он со своей кровью с жертвой которую он совершил должен был предстать пред лицо отца на небесах это как символ того первого козла который был принесен в жертву его кровь возносилась святое святых и вот еще два козла этих символизируют его жертву совершенство его жертвы совершенство его жертвы если вы спрашиваете каким образом это связано с песохом вспомните когда Ишуа стоял возле Пилата написано что у римлян была такая традиция освобождать на праздник одного из заключенных и вместе помните был разбойник и убийца которого звали Варава помните его по истории из разных источников у него было второе имя Варава и Ишуа его настоящее имя было Ишуа Ишуа Барава Ишуа Барава И вот второй Ишуа Бен одинаковые имена двое с именем Ишуа и оба они сыновья отца и оба ожидали свободы и спасения Израиля они желали чтобы пришло спасение только разными путями ожидали один силой а другой изменением внутренних это точно так же как эти два козла оба одинаковые абсолютно желают одного оба должны быть принесены в жертву за Израиль и вот видите Йом Кипур день искупления случается на Песах но здесь также важен выбор народа кого выбрать были те которые кричали отпусти Вараву Ишуа и были те которые кричали отпусти Ишуа потому что Он Мессия выбор народа как ты хочешь жить или своей силой своими делами и поступками через противление через революцию через изменение внутреннего Я потому что то что помогло это не только когда ты что-то делаешь не то как ты относишься к чему-то но также внутреннее изменение которое начинается изнутри потому что когда ты принимаешь жертву ты должен изменяться ты должен быть другим человеком и мир Божий он войдет внутрь начнет изменять тебя изнутри и снаружи я хочу чтобы мы помолились если можно давайте встанем субтитры субтитры